Парашютное и беспарашютное десантирование, спасение на воде в дневное и ночное время. Летные экипажи совместно с личным составом спасательных формирований отрабатывали навыки взаимодействия в условиях ЧАЭС. В Карачаево-Черкесии завершились двухнедельные сборы МЧС России с летным составом авиационных формирований. Местом тренировок было выбрано Кубанское водохранилище. Смотрите подробности. Ил-76 сбрасывает десант. У Алексея с говорящей фамилией Орлов этот прыжок далеко не первый. Не за горами уже и 500-й. После срочной службы в армии, в морской пехоте, пришел служить в МЧС. Попробовал, понравилось, остался. Десант высаживается с высоты 1100 метров. Теперь его задача приводниться на определенный квадрат акватории, поближе к выброшенным ранее самолетам спасательным плотам. Касание воды и спасательный катер уже мчится навстречу. Довольная улыбка во все лицо говорит о том, что все прошло нормально, а Алексей от своей работы, несомненно, получает удовольствие. Он служит в системе МЧС 9 лет. Из них уже четвертый год в Центре спасательных операций особого риска лидер. Тем временем другие лодки и катера подбирают и доставляют в заданную точку остальных десантировавшихся. Оставляем Алексея Орлова на спасательном плоту. Здесь принимает поздравление его коллега, который выполнил 6000 прыжок. У спасателей будет несколько часов на то, чтобы проверить, насколько надежно и комфортно это плавсредство для терпящих бедствия на воде. И кроме того, выполнить еще ряд задач. Задача была какая? Морское судно терпит бедствия, люди барахтаются в воде, самолет Л-76 прилетает и сбрасывает им на помощь плоты. Они перебираются в эти плоты и далее, потом, следующим заходом, самолет Л-76 выбрасывает парашютистов, которые им оказывают медицинскую помощь, любые виды помощи. И после этого они считаются спасенными, скажем так. Но это учения. Плановые сборы МЧС России с задействованием авиации проводятся ежегодно. В горных условиях традиционно на Эльбрусе. Вода в этом году досталась Карачаева-Черкесии. На сборах отрабатывается все, что связано с авиационной составляющей и акваторией. Парашютное и беспарашютное десантирование, подъём пострадавшего из воды на борт вертолёта, работа катеров в условиях спасательной операции. Спасательные подразделения Карачаева-Черкесии принимают активное участие во всех этапах. Задействована госинспекция по маломерным судам главного управления, республиканская аварийно-спасательная служба и, конечно, Карачаева-Черкесский поисково-спасательный отряд МЧС России. Слаженность, самая главная слаженность как лётного, так и личного состава спасателей, потому что это единый организм, единый коллектив, которые работают со слаженными пилотами, управляя воздушным судном, а спасатели делают свою работу, как спускаясь или поднимаясь на воздушное судно, за пострадавшим и с пострадавшим. Я горжусь своим лётным составом, потому что наиболее опытный, наиболее подготовленный, с душой в авиации, с душой в авиации МЧС, потому что те задачи, которые выполняют наши пилоты, ну, не подстать, как говорить, другим. Наиболее сложные, наиболее опасные задачи выполняются с достойным качеством, без лётных происшествий. Для того, чтобы в условиях чрезвычайных ситуаций вся работа проходила также без происшествий, идёт отработка всех навыков на учениях. Действия каждого спасателя доводятся до автоматизма. Самое сложное – это ждать всегда в нашей работе. Ждать своей работы. Ждать чего? Моменты действия, да. В самом действии что самое сложное? Ничего сложного в наших действиях сегодня не было. Это была наша работа, которой мы занимаемся регулярно. А когда вступает работа, в ходе действия отработаны рефлексы. А дальше уже начинаются работы по предназначению, по спасению людей, по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Каких? Различные могут быть. Могут быть лесные пожары, могут быть поиск туристических групп в горах, может быть доставка специалистов в грузах, место проведения работ. То есть вы готовы ко всему? Ко всему быть невозможно, как всегда готовы. Но мы к этому стремимся. На вопрос, почему решил стать спасателем, ответ исчерпывающий, обнажающий всю суть человека. Работа спасателя – дело, может быть, не очень благодарное, но, несомненно, благородное. Оттачивают свои навыки не только люди, но и тестируются все технические средства, которые задействуют МЧС в работе. Многие из таких средств иностранного производства, поэтому тема импортозамещения актуальна и в этой области. Стоит отметить, что отечественные компании с этим неплохо справляются. Сегодня на прочность и удобство в использовании проверяют спасательные плоты. Хочу сказать о прочности и надежности плотов. То, что плот должен выдерживать пятикратное превышение по нагрузке. Но вот это плот 10 человек, аналогичный плот, только маленько побольше в размерах, 25-местный плот, садятся 25 человек. Расчетная масса человека – 82,5 килограмма. Пятикратное превышение составляет порядка 9,5 тонн. Мы загрузили 9,5 тонн в такой плот, подвесили. Есть в нашем рекламном буклете фотографии. Этот плот висит и выдерживает все эти нагрузки. Поэтому плоты соответствуют всем международным требованиям. В следующем этапе сборов задействован самолет-амфибия Бе-200 «Альтаир». Многоцелевой отечественный борт – полетно-техническим характеристикам, не имеющий аналогов в мире. Экипаж отработал посадку на воду. Бе-200 – это очень хороший самолет. Я в свое время на нем летал. Он может тушить пожары, спасать людей, перевозить пассажиров, выполнять санитарную эвакуацию пострадавших. Основная его задача у нас в МЧС получается – это тушение пожаров. Он берет на борт с глиссирования 12 тонн воды, может до 12 тонн воды, и сбрасывает их на пожары. Может также эту процедуру производить на земле. То есть с помощью пожарных машин закачивать свои баки, и точно так же сбрасывать это, где нет водоемов, где можно брать воду, сбрасывать на пожары. Экипаж самолета отработал забор воды, эвакуацию пострадавших и доставку груза терпящим бедствия. В роли последних спасателей. С наступлением темноты – начало заключительного этапа сегодняшнего дня. Идешь на вертолет, ты работаешь спасатель, он работает спасаемо. Поднимай дальше, ты спускаешься, он остается на борту. Отцепляешься, ждешь, когда тебя он будет спасать. И вот так работает. Начальник Карачаева-Черкесского поисково-спасательного отряда Андрей Мозгов сегодня в роли простого спасателя. Его жизненный девиз – никогда не заставлять делать подчиненного того, чего не умеешь сам. Это важная составляющая всех профессий, связанных с риском для жизни. Отрабатывается один из сложнейших этапов сборов – беспарашютное ночное десантирование. Каждый задействованный сотрудник проходит два этапа. Один раз спасает он, второй спасают его. После каждого захода меняется экипаж Ми-8. Летчики тоже тренируются. Им необходимо максимально быстро обнаружить условного пострадавшего и с учетом погодных условий, волна или ветер, с математической точностью высадить на водную поверхность спасателя. Ювелирная точность требуется и от капитана катера, который должен оставаться на определенном расстоянии от человека в воде, чтобы не мешать вертушке, а в случае возникновения нештатной ситуации максимально быстро прибыть на помощь. Насколько я знаю, там еще шесть подъемов спуска должно быть. Сейчас будет работать с грузом, поэтому никого поднимать не будет. Отдыхай по камерам. Принято. Хорошо. Тогда на лодку поднимаешься. Участники этого этапа сборов, так же, как и остальных, из самых разных отрядов МЧС России. Зачастую в таких условиях и знакомятся. Андрей из Центроспаса поднимается на борт катера. Здорово. Привет. Привет. Андрей. Аналогично. Тут же в процессе делятся техническими особенностями конкретно этого десантирования. Обсуждают преимущества или недостатки того или иного снаряжения, гидрокостюмов и прочие профессиональные тонкости. Собственно, происходит именно то, ради чего проводятся подобные мероприятия. Поэтому абсолютно неудивительно, что в реальных условиях спасательных работ парни выполняют поставленные задачи на отлично. Для спасателей сложности нету, разницы нет. День это или ночь, по большому счету. Большая сложность, безусловно, для экипажа. Большая сложность для бортмеханика, которому крайне сложно в ночные... В ночное время крайне сложно сориентироваться. Находишься ты на высоте 40 метров или находишься на высоте 50 метров. И самое главное, спасатель, которого выпускают на лебедке, на какой высоте находится он от поверхности воды. То есть здесь совокупность всех органов исполнительной, скажем так, власти. И в том числе, безусловно, это то, что работает на акватории. Это наши ребята, которые работают на плавсредствах. Александр Иванович, самый-самый любимый, уважаемый, самый большой специалист. Вот каким образом собрать в кулак вот эти все 5-6, я уже не знаю сколько, 10 пальцев, это крайне сложно сделать. Естественно, это в первую, наверное, очередь зависит от тех руководителей, руководителей полётов, руководителей проведения аварийно-спасательных, других неотложных работ, которые находятся на земле. И вот эту самую боевую единицу из всех возможных и невозможных спасательных формирований объединяют в один кулак, который в конечном итоге добивается своей цели. А конечная цель таких непростых будней личного состава МЧС России – спасение человеческих жизней. Наталья Соколенко, Станислав Алтухов, Андрей Карамов. При содействии спасателей всей страны специально для событий недели.